сегодня на перекус я хочу приготовить блинчики ли я и готовилась я и готовилась утра но утром мы их не съели и я решила их в них завернуть фаршировать вернее как завернуть никто рожок для этого я возьму немножко ванильного сиропа совсем чуть-чуть потому что у меня где-то там 300 грамм творога так сахар я добавлять не буду вместо сахара я добавлю вот что я добавлю шоколадный зефир верный зефир в шоколаде сначала руки конечно же я помыла с началом я его вот так вот поломаю сковородка у меня уже там масло на сковородке вот так так 2 я думаю наверное может быть будет мало потому что меня творог не особо сладко верни кисловатый вот так сначала ручками обязательно все 3 а сейчас на сейчас я помну ложку маленького беру по мной вилочкой можно и кушать и в как холодном так и в горячем виде ну в теплом горячем будет такой шоколад растопиться будет жидким а когда он остынет блинчики остынут шоколад будет также очень вкусно хрустеть при этом творожок будет очень воздушным вот и сахар здесь я не добавляю если есть такие сладкоежки то нужно добавить просто еще одну зефиринку вот и все им приятно будет шоколад похрустывать так что очень вкусная была начинка недостаточно я думаю что сладости хватит если не будет очень кому как бы не не хватит сахара то можно добавить сверху допустим не сметану а сгущенное молоко начинка готова убираем ее сторонку чтобы не мешалось вот они мои блинчики с утра красивые в дырочку включаем газ сковородку и начинаем выкладывать начинку на блинчик и закатывать вот таким вот образом но это как как обычный блинчик делаем огонь самый маленький чтобы они не подгорели вот чуть побольше чайной ложки очень вкусный это начинка особенно подходит на пасху она получается такая воздушная не хочется немножко другую брать попробуйте не пожалеете блинчики у меня дырочку я сегодня блинчики пекла на заварном тесте на молоке я разводила кипятком вот что дети съели кушали кто сыром кто с чем на этот осталось я решила завернуть творожок блинчики эти какие дырочки просвечиваются ажурные так ну вот 300 грамм приблизительно я просила возвесить мне 300 грамм точно не знаю в магазине сколько и и 3 зефиринки пол чайной ложки можно там я не знаю сахар ванильный или сироп что у вас есть под рукой вот такая вот вкуснятина у нас сейчас получится ну еще на сковородку еще один у меня здесь получается 7 обычно 7-8 котлет на сковороде ну и получилось 7 блинов так ажурчики мои красивые очень вкусно вот сюда положим еще один все здесь у меня осталось 3 еще на сковородку сейчас я помою руки огонь мне нужно добавить все зашкварчали можно накрыть крышкой можно немножко их просто сейчас обжарится и перевернем на другую сторону вот у меня осталось немножко начинки как раз на 3 блиночка и здесь у меня 3 блиночка наверное осталось в общем я очень хорошо сегодня угадала сколько мне творога надо для моих блинов заварили чай важно чтобы они не пережарились не пережглись естественно мои две любимые вилки и вот они уже ой какие подрумянились симпатичные аромат идет ванили вот так так меняем тарелки и тем временем у меня заварился чай вот если я хотела не до конца чтобы они растаял шоколад поэтому я на этом этапе выключаю больше я крышкой закрывать не буду я не хочу чтобы они были очень-очень горячими врезались для красоты у меня вот в общем вот так вот два блиночка мне достаточно вот такая вот красота вот так вилку оставляем и идем пить зеленый чай вот это моя большая кружка сметана и где же наши блины и вот блины творог или творог с зефиром у нас на тарелке приятного аппетита сейчас я покажу в разрезе корочка вот смотрите какие они пышные вот там даже шоколад виден можно можно с вареницем можно со сметанкой но здесь очень-очень много масла масло сливочного да и растительного вам достаточно в общем вот так вот так еще блинчики творожные зефиром шоколадным готовьте приходите на мою маленькую кухню ставьте лайки подписывайтесь на мой канал я буду очень рада ну оставляйте пожалуйста комментарии свои мне будет очень очень приятно всем здоровья естественно мирного неба ну и всего самого хорошего и я знаю что любовь и доброта спасет мир это все а и и и и и и и и